Здравствуйте дорогие друзья! Мало того, что все эти обзоры iOS 11, которые я видел в YouTube не рассказывают и половины того, что я показал в специальном видео на канале, я хочу поделиться с вами скрытыми возможностями новой редакции iOS. Так что будет интересно, усаживайтесь поудобнее. Apple упростила процесс создания папок и добавила групповое перемещение иконок приложений. Для того, чтобы создать папку, также заставляем иконки дрожать, затем оттягиваем одно приложение, чтобы пропал крестик и тапаем по играм и программам, которые хотим сгруппировать. Чтобы массово переместить иконки на другой рабочий стол, просто перетащите их туда и отпустите палец от дисплея. А чтобы создать папку, просто повторите начальное действие, связанное с группировкой, а затем переместите группу на последнее приложение, которое хотите добавить в папку. Распускается папка так же быстро. Готово. Процесс взаимодействия стал однозначно проще и быстрее. В iOS 11 нет темной темы. Этот разведенный с пустого места хайп меня просто выбешивает. Если пройти в настройки, универсальный доступ, адаптация дисплея, инверсия, смарт-инверсия, то вы сможете инвертировать цвета. Но это не темный режим. Эта функция предназначена для людей с проблемами со зрением. Функция работает в 50% от полноценной инверсии. Имеются ошибки и после активации смартфон начинает подлагивать. Вообще Apple здорово заморочилась по реализации удобных фиш для перемещения файлов. К примеру, вы можете с легкостью перетаскивать изображение и с одной заметки в другую, а поделившись фотографией с iMessage появится возможность переместить картинку, минуя режим многозадачности в те же заметки. В новом проводнике файлы также доступен удобный перенос данных из папки в папку. Мне кажется, это только начало кроссплатформенного переноса данных, удобство превыше всего. Сделав скриншот, сразу же будет доступна опция быстрого редактирования. Кисточки, карандаши, обводка и прочие инструменты к вашим услугам. Не хочется ничего редактировать? Смахните изображение в бок. Активировав в пункте управления виджет Screen Recorder, вы сможете записывать видео с экрана iPhone или iPad без джелбрейка или компьютера. Полученный ролик сохраняется в фото. В заметки добавили расширенные опции форматирования текста. Программа интенсивно допиливается и теперь это не просто заметочник, а очень хороший текстовый процессор. Даже можно добавлять таблицы и удобно перемещать информацию между ячеек. А если пройти в пункт настроек, то возможно указать фон, на котором будут создаваться заметки. Кроме того, заметки можно прикреплять, чтобы самая важная информация не затерялась среди других данных. А еще у заметок теперь собственный виджет и с пункта управления буквально в один клик даже на заблокированном экране можно оперативно зарисовать какую-нибудь важную информацию. Как я уже говорил в полном обзоре, в iOS 11 интегрирован новый кодек H.265. Этот формат видеосжатия значительно эффективнее предыдущего H.264. Например, минута видео в разрешении 4К при 30 кадрах в секунду будет занимать примерно 170 мегабайт против 350 мегабайт в прошлой версии iOS. То же самое касается и фотографий. Apple обновила встроенный видеоплеер. Это не только приложение, но и окно интегрированное в браузер. Интерфейс получил более свежий дизайн и улучшилась эргономика. Приложение фото теперь позволяет сохранять и открывать гиф изображения. Сделать конечно нужно было давно, но лучше поздно, чем никогда. Если пройти в настройки уведомления, то можно обнаружить новый пункт миниатюр. Эта настройка позволяет определять в каких случаях будет отображаться текст уведомления, а в каких нет. Опция доступна как в общем для всех уведомлений, так и для каждого приложения по отдельности. Если пройти в настройки основные хранилища, вы увидите обновленный раздел управления внутренней памятью. Появилась функция, позволяющая автоматически удалять приложения, которые не использовались в течении некоторого времени. Я уже воспользовался ей и освободил 4,5 гига. Опция доступна и для каждого приложения по отдельности. Программа удалится, но абсолютно все данные будут храниться. iPhone и iPad под управлением iOS 11 впервые получили встроенную поддержку аудио формата FLAC. Доступ к ним можно получить через новое приложение файлы. Треки в высоком качестве воспроизводятся только внутри программы. Будем надеяться, что в будущем Apple интегрирует этот формат и в Apple Music и iTunes. Любое приложение, которое не было оптимизировано для 64 битной архитектуры не будет работать в iOS 11. При попытке запустить 32 битное приложение на экране появляется диалоговое окно, сообщающее о необходимости обновить ПО. Прокачали и Siri. Помимо машинного обучения появились функции вроде переводчика, который пока не работает в русской локализации. Если запустить штатное приложение камера и навести его на QR-код, то уведомление из Safari автоматически предложит перейти на кодированную страничку. Быстро, удобно и сторонние программы больше не нужны. Если вы обладатель лопатой с iOS 11, да возрадуйтесь, потому как Apple интегрировала новый режим для управления клавиатурой одной рукой. Причем работает эта функция как для правшей, так и для левшей. С выходом iOS 11 бета сторонние разработчики впервые получили доступ к модуле NFC в смартфонах Apple. Новый фреймворк Core NFC позволяет расширить варианты использования чипа коммуникации ближнего поля, встроенного в iPhone и Apple Watch. С помощью NFC iPhone сможет гораздо больше, чем просто расплачиваться в магазинах. В штатном мессенджере iMessage появились новые эффекты эхо и прожектор. Штука конечно очень красивая и довольно эффектная. Ну и последнее и самая скрытая функция iPhone под управлением iOS 11. Не нравится операционка, смартфон или не можешь сделать откат потому что не посмотрел наш полноформатный и самый подробный обзор iOS 11, обменяй телефон с доплатой на Galaxy S8 или S8 Plus по программе трейд ин и больше никогда не стани. В комментариях от вас жду новые интересности которые вы заметили при общении с iOS 11, а то все говорят что новая операционка не катит, к сентябрю покатит как надо. Ну а на этом все, с вами был Вадим Ищенко на канале ProTech, до скорых встреч, увидимся в следующем видео. Конечно если подпишитесь на канал, пока-пока.